Олимпиада без болельщиков, премьера в Саровской драме и противопожарные правила для многоквартирных домов. О чем говорит город, говорим и мы обсуждаем самое интересное, на наш взгляд, события последних дней. В эфире соседский Wi-Fi в студии Петр Смирнов. Релидия Шулаева. Подключаемся. Петь, хочу поделиться с тобой впечатлениями от премьеры в Саровской драме. Да, да, да. Мне уже рассказали про твои сторис. Ходила я на семью Конви, и я просто потом рыдала весь вечер. Настолько пронзительная постановка, которая, мне кажется, затрагивает все струны души. Причем я слушала, о чем говорят зрители по соседству и в холлах театра. Я поняла, что у каждого что-то свое затронуло. Кого-то коснулись токсичные отношения родителей и детей, кого-то коснулись вопросы абьюза мужей по отношению к женам. А меня затронула очень сильно мысль о том, что самое это ценное в нашей жизни – сама жизнь. То есть они намешали всю социальную бытовуху? Они не намешали социальную бытовуху. И тогда расскажи, что? Ну, просто получился такой очень грамотный спектакль, который… Его надо смотреть. Вот я рекомендую изучить репертуар театра и обязательно сходить на эту премьеру, потому что она действительно пронзительная. Ее признали лучшей премьерой сезона в Нижнем Новгороде вчера тоже. И двух актрис тоже отметили наградами. Это нашего театра. Нашего Саровского театра. Да, да, да. То есть действительно хорошая постановка. Она длинная, три с половиной часа, но это время пролетает. Вот я так сидела и забывала дышать. А к концу я понимаю, что я сижу и рыдаю. Просто рыдаю даже. Надо же. Хлопать не могла. Надо же. Это учитывая то, что, как по признанию директора театра, помнишь, она нам рассказывала, что нужна развлекуха в театре. То есть все-таки есть запрос, в том числе и на социальные драмы будем говорить. Ну, ты знаешь, у нас сезон начинался с легких достаточно премьер, но пища для ума тоже нужна. Ну, да. И вот это действительно спектакль, который стал для меня каким-то катарсисом, потому что у меня достаточно эмоционально напряженные были последние дни, и он как будто все поднял. И я проревелась, и я сегодня проснулась просто другим человеком. Ну, нужно иногда поплакать. Да, 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 да. И вот вначале прям мне было тяжело от мысли, что время – это самый страшный демон, да, который ворует нашу жизнь. И вот мы в детстве все мечтали, у нас были амбициозные планы, и мы думали, что вот я, я достигну того, и я никогда не пойду на уступки со своими принципами. Потом приходит время, и мы все равно идем на уступки, и наши детские мечты, они забываются, и кажется, что все это неизбежно, и это, ну, просто сидеть и плакать. Ну, на самом деле, в любой момент, в любой момент можно повернуться лицом обратно к своим детским мечтам. И вот это вот все во мне вчера бурлило. Не начнется ли кризис среднего возраста с просмотра этого спектакля? Возможно, начнется, возможно, начнется, и станет отправной точкой к новой жизни. Поэтому я прямо категорически рекомендую премьеру в драме. Ну, еще одно событие. Уже не такое приятное, как премьера. Олимпиада нас ждет все-таки в Японии. Прошлогодняя Олимпиада. Прошлогодняя в этом году. Но иностранцев туда пускать не будут, это уже официально объявили. Какая жалость. Хорошо, что у меня нет загранпаспорта. Да, сейчас тобой обсуждать такие события. Вообще, мне кажется, для Сарова новость неактуальна. Я тут сижу со своим загранпаспортом, переживаю. Давно мечтала побывать в Токио. Прям Япония, это моя мечта. Говорят, очень дорогой туризм, кстати говоря, в Японию. То есть это прям очень дорого, съездить отдохнуть в Японию на неделю-две. Такой туризм в Японию. Нет уже ни туризма в Японию, ни туризма в Европу. У нас осталась Турция, Кипр и вот такие странные направления. Скоро вот как в Советский Союз вернемся. Давай-то вот к нашему городу, мне кажется, надо. У нас тут столько событий, столько событий, пока тебя не было. Это каких, например? О, это что, у нас бывшего главу администрации, экс, да, Алексея Викторовича Голубева, да, наградили медалью за заслуги перед Отечеством второй степени. Медалью Ордена. То есть, ну, не было. Ничего себе, это за какие такие заслуги? Слушай, я бы хотел знать, но... Они нет, перечень не включается, да? Перечень не включается, а в указе написано за долголетний добросовестный труд. Ну, ну, как бы, ну и ладно, да, ну, видимо, добросовестно потрудился человек, да, вот. Причем его наградили еще будучи главой администрации, то есть у меня там пишут. Хотя главой администрации, он уже не... ну, нет такой должности у нас в городе больше с его уходом. Ну, а тем не менее. Ну, для понимания, как это происходит, да, то есть кто-то его номинировал, там включили в общий список, он дошел до администрации президента, и там в 31-страничный указ, там реально в этом указе 31 страница, и там огромное количество людей всех городов и профессий. Да, да. И президент подмахивает этот листок, не читает? И не читает, кто там есть, там Голубев, нет там Голубева, да, какая разница. Ну, вот что дает ему эта награда? Слушай, это государственная награда, то есть помимо муниципальной пенсии, какие-то, видимо, еще привилегии, там может быть бесплатный проезд в автобусе, я надеюсь. Да, классно, порадоваться за него, почему нет, давай порадоваться. Как говорил Фаина Раневская по отношению к своим наградам, это, говорит, похоронные атрибуты, вот, собственно говоря, вот и все, что они дают. Интересная еще история с Деппом происходит. На прошлой неделе, прям с пометкой «Молния» новость, арестован заместитель директора Деппа, значит, за махинацией с закупкой топлива, да, у меня тут же… Разбавлял? Да, 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 у меня тут же ассоциация с джентльменами удачи, да, когда ты, говорит, на бензоколонке на муниципальный бензин с Линой Мачо разбавлял, то есть это вот тот самый случай, да, вот. Но смех, на самом деле, здесь другой, во-первых, не арестован, конечно, это под подписку о невыезде, вместе с ним также под подписку о невыезде еще два человека, всего их трое, значит, двое из Сарова, один из Нижнего Новгорода, ну, видимо, поставщик, да, поставляли некачественный дизель. На муниципальное предприятие. Разбавленный. Ну, чем уж разбавленный. Купленный на Алиэкспрессе. Ну, как вариант. Но самое интересное, что этот Артем Борисов, это тот самый человек, который в свое время написал заявление в Следственный комитет на Сергея Александровича Жижина. Помнишь тоже, бывший заместитель, руководитель Единой России о том, что тот якобы с ним не расплатился за постройку бани. Вот, то есть… Как причудливо тасуется колода, если мы опять вспомним классику. Да, это тот самый случай. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Вот, собственно говоря, такие новости. Каждый раз было как-то даже очень немножко забавно и смешно. Немножко о грустных новостях. На этой неделе у нас годовщина трагедии в Кемерово. Это пожар зимний в Вишне. Ужасная трагедия. И все мы помним, как, ну, вообще даже у нас в городе были очень траурные мероприятия. Да, это очень болезненно, когда особенно гибнут не просто там один, два человека. А 37 детей – это просто невероятная история, трагедия, которая… К сожалению, нас ничему не научило, я хочу сказать, потому что несколько раз я была свидетелем сигнализации, срабатывания сигнализации в торговых центрах. Люди не верят? Нет, они идут по спару и складывают яблочки в корзину. То есть я кладу корзину, выбегаю, потому что я понимаю, что это учение. Но вдруг не учение? Я же не знаю. Люди не реагируют. Была реакция, вот, ну, первую неделю-две после события мы реагируем. А спустя три года, и это не только про Саров, я бываю в больших городах, на большой земле, люди не реагируют на сигнализацию. Им кажется, что это учение. Им жалко своего времени. Они подумают, что вот я сейчас пойду потрачу эти полчаса на эти учения, на эту сигнализацию дурацкую. А мне нужно вот молоко домой нести. У меня там муж не кормленный, у меня там дети голодные. А беда в том, что это могут быть не учения. На самом деле надо всегда помнить, что, ну, это от этого зависит не только ваша жизнь, да, но и жизнь там ваших близких, жизнь даже, может быть, не близких людей, но просто любая жизнь любого человека, да, она достаточно хрупкая. И где-то что-то оставили, что-то забыли, да, неаккуратно бросили там спичку, сигарету или что-то еще. И, ну, и вот последнее там яркое событие, новость из этого плана, там, пожар на Курчатова, да, где пришлось уже сотрудникам ЧЕС эвакуировать людей, потому что все было задумлено, а пожар произошел на третьем этаже. И там действительно многие люди там в соцсетях потом писали, что слава благодарности, да, потому что спасли жизни. Да, но пожарные молодцы, и они действительно спасают жизни каждый день, они совершают подвиги, которых мы можем даже не замечать. Но и сами люди должны быть внимательны, и речь сейчас не только о торговых центрах. Вот наш сегодняшний гость, мы ждем Виктора Клопкова, начальника отдела позже надзора, и поговорим о правильном содержании подъездов многоквартирных домов, потому что очень часто в Сарове горят подъезды, и люди хранят там вещи, не задумываясь о том, к чему это может привести. Казалось бы, ну оставил бы я велосипедик, и что такого, мне тяжело его сверху спускать. А вот это что такого, оно может обернуться, к сожалению, трагедией. Вот у меня на округе было два пожара за предыдущие пять лет, во время шестого СССР, и оба раза это просто невероятная сложность после. То есть это, ну как бы вот легкомысленно сейчас, да, обернется серьезными проблемами после, потому что это черный подъезд, да, это просто вот пожарище, да, вот остатки пожара. Ну это еще все малая кровь, что называется, кто-то может погибнуть, вот это самое страшное. Слава богу, да, никто не погиб, но оба раза горела коляска, и вот очевидцы, да, вот мои избиратели, рассказывают, мы смотрим в глазок, а там прям огонь горит за дверью, да, и уже дверь начинает температуру гнуться. Кошмар, это ужасно. Ну вот, и поймите, что это, ну, это сейчас кажется все, что нам на этого не случится. Это может произойти в любой момент, если вы оставили там коляску, и не дай бог какой-то хулиган, да, или какие-то там подростки просто бросили спичку и убежали. Предлагаю, это все выяснить у нашего гостя, где можно, где нельзя хранить коляску, и что будет с нарушителями. Я только за. Проект первого города на Марсе разработала группа международных ученых, архитекторов и дизайнеров. Строить его планируют в скале, что позволит защитить жителей от атмосферного давления и радиации. Кислород будет вырабатывать деревья, а энергия – солнечные батареи. Строительство может начаться уже к 2054 году, а первые поселенцы появятся там в 2100. В городе смогут жить до 250 тысяч человек. Бывший президент США Дональд Трамп запустит собственную соцсеть в ближайшие 2-3 месяца. Об этом телеканал Fox News рассказал его старший советник. Он уточнил, что в планах Трампа привлечь на свою платформу десятки миллионов пользователей. Интересно, как он ее назовет? Инстатрамп? Трампбук? Трампель? Вотстрамп? Поклонники не переставали заваливать рыжеволосую байкершу комплиментами в соцсетях, а потом случайно разглядели на видео ее отражение в зеркале и уже не смогли развидеть. Очаровательная молодая японка оказалась 50-летним японцем. Мужчина мастерски использовал фильтры, чтобы набрать подписчиков. Лососевый хаос случился на днях в Тайване. Около 150 местных жителей решили изменить именно лосось ради акции с бесплатной суши, которую устроил один из ресторанов. Между прочим, тайваньцы могут поменять ими всего три раза за жизнь. И да, это вам не Филадельфия за репост. А к нашему соседскому Wi-Fi подключился Виктор Клопков, начальник отдела пошнодзора. Основная наша тема – это новое правило пошнодзора в подъездах. У меня сейчас неоднозначное отношение к этим правилам, поэтому давайте поподробнее. Что они вообще запрещают хранение в подъездах всего? Или коляску мне можно на первом этаже оставить? Да, предлагаю начать с… Почему это очень серьезно? Потому что если мы рассматриваем объект защиты как многоквартирный жилой дом, у него есть одна лестничная клетка. Это основной путь эвакуации. В случае чрезвычайной ситуации весь народ, проживающий в данном подъезде, будут эвакуироваться именно по этой лестничной клетке. В безопасную зону, то есть на улицу. Поэтому к ним определенные требования есть к общим путям эвакуации. И к коридорам, и, соответственно, к лещным клеткам. Что здесь… Чем опасно хранение, значит, колясок, каких-то предметов обихода именно в общедомовом имуществе? То есть опасно это тем, что в случае массовой эвакуации это может быть… Ну, велосипед, например, может упасть на лестницу или там в коридоре. И, соответственно, через него уже будет народ пробираться, так скажем, а не эвакуироваться. Кто-то еще запнулся и упал сверху велосипеда. Да, если прибавить к этому недостаточную видимость в дыму, что происходит задымление лещной клетки. Или, не дай бог, уже как на Курчатова был случай, когда уже сами подразделения выводили людей в спасательных масках. Вот, это уже все осложняется. Значит, и на сегодняшний день, да, значит, есть определенные требования к путям эвакуации, содержания их. Это правила противопожарного режима, утвержденные постановлением правительства 1479. Там есть конкретные два пункта, которые запрещают. Один пункт более конкретизирован именно на лещных клетках, площадках. Под лещными маршами запрещено складирование каких-либо веществ, материалов, предметов и так далее. И второй пункт уже больше касается общих коридоров, проходов, тамбров и так далее. Вот, если разбирать те дома, которые у нас существуют в городе, да, такая проблема есть, она повсеместна. Ну, так скажем, есть разумные пределы, есть уже такие подъезды, где эти разумные пределы немножко превышают и становятся не разумными. Что такое разумный предел? Вот я оставила свою коляску на первом этаже под лестницей. Мне кажется, что она никому не мешает. Ну, вот эти, знаете, пространства под лестницей. Вы аккуратно поставили коляску. То есть, если мы конкретно, например, обратимся к этому пункту, который запрещает нам складирование и расстановку предметов на путях эвакуации, звучит он следующим образом. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов и аварийных выходов запрещается размещать, устраивать на путях эвакуации эвакуационных выходов, в том числе в коридорах, коридорах, тамбурах, галереях, лифтовых холлах, на лещных площадках, маршах, лестниц, дверных проемах, на эвакуационных люках различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, запятая препятствующие безопасной эвакуации. То есть, если мы, например, рассматриваем новые дома, где ширина коридоров, проходов, подъездов, ну и лещных марш и так далее, гораздо шире, и да, там есть уже даже предусмотренные проектные документации, места под колясом, да, именно для удобства жителей, для хранения колясок, велосипедов и так далее. В таких случаях, да, если это действительно предусмотрено проектом, и там размещают все жители вот этого этажа коляски, то это нормально, и они не будут мешать и укладывать. Я так понимаю, что если эта коляска еще не становится яблоком раздора, да, причиной конфликта, потому что, к сожалению, это частая практика, именно коляска становится объектом возгорания, да, причины ее поджигают, проще говоря. Да, либо это умышленные действия какого-то лица, либо это неосторожное обращение с огнем, то есть, человек, нарушая федеральный закон о запрете курения, начинает курить в подъезде, и потом еще не тушит окурок после себя, и куда-то его бросает. А вот это вообще, я не знаю, какие-то лютые товарищи, которые курят в подъездах, мне кажется, ну, блин, закройся в туалете и кури у себя в туалете, ты еще пошел в подъезд. Да, то есть дома ему не нравится, как пахнет табачным дымом, поэтому он выходит в подъезд. Человек, который курит в подъезде, он нарушает закон. Да, совершенно верно. На него можно жаловаться. Да, но что такое жаловаться? Я думаю, что мы сейчас в таком обществе живем, что даже если вы скажете своему соседу замечание, адекватный человек всегда прислушается. Вот. Жаловаться и обращаться в надзорные и другие инстанции нужно в тех случаях, когда ваши, например, просьбы, нормальные просьбы к человеку, которого вы увидели сигареты в подъезде, ну, не приводят к каким-то хорошим выводам. Вот. И человек не воспринимает вас, тогда уже с ним будут работать надзорные органы, либо какие-то другие органы, которые напомнят ему о том, что за это еще есть ответственность. Но надо сказать, что, конечно, штраф за курение в подъезде предусмотрен, да, если это стоит полторы тысячи рублей. Класс. То есть, поэтому, если у вас сосед не идет с вами на контакт, вызывайте полицию, и она привлечет его к административной ответственности. Ну, вот самое главное, да, о чем Виктор сказал, все начинается с того, что поговорить словами через рот, и уже можно решить проблему. А кто будет, ну, кто следит вообще, да, за состоянием эвакуационных путей? Да, кстати, пожарные, это поздно отзор или управляющая компания? Да, или это управляющая компания? Значит, зона ответственности, чья же, да, все-таки зона ответственности содержания общедомового имущества находится в зоне ответственности управляющей компании. В первую очередь, это работа управляющей компанией. Они должны выяснять, чьи велосипеды, проводить беседы, разъяснительные беседы, объяснять, что за это предусмотрена административная ответственность и так далее. Какая ответственность? С полторы до трех, по-моему. Тысяч рублей? Да, это награжданно. Если я велосипед оставил в подъезде? Это награжданно, да, да. Нормально. За повторное нарушение уже от трех до четырех тысяч. Ну, накладно. Да. Проще какой-то гараж снимать, мне кажется, дешевле. То, что касается награждан. Соответственно, это еще не освобождает от ответственности и управляющей компании за содержание общедомового имущества и так далее. То есть, последствия могут быть... Ну, это административное наказание, оно вступает в силу, если произошел пожар. Вот что-то загорел. Нет? Нет. Смотрите, опять разбираем ситуацию. Значит, допустим, у нас есть многоквартирный жилой дом. Там есть управляющая компания, которая следит за общедомовым имуществом. И там имеется нарушение правил противопожарного режима, а именно содержание коридоров. Ну, там велики стоят, коляски не там, где надо. Значит, управляющая компания должна, как минимум, проинформировать тех жителей, которые там проживают. Объяснить, что они неправы. Да. Например, повесить информацию на доске объявлений. Далее. Значит, если же кто-то прочитал, все-таки прислушался, убрал, кто-то игнорирует, оставляет. Дальше они должны выяснить, чье же это имущество. Вот. Выясняют... Путем опроса, что ли? Да, путем обхода, либо опроса, либо еще какими-то вещами. Вот. Дальше они проводят профилактическую беседу. Если это не помогает, соответственно, они же могут к нам и обратиться, чтобы с привлечением наших специалистов провести еще ряд разъяснительных бесед с теми, кто не понимает. Вот. После этого уже могут... Если человек снова не понял, то уже тогда штраф. После этого включаются уже рычаги административных воздействий на недобросовестных жителей. Почему? Потому что сначала предупреждаем, потом наказываем. Три раза предупреждаем минимум. Смотрите, если вы с третьего раза только не поняли, после этого накажут. Если уже происходит по факту, то есть произошел пожар, сгорела коляска. Вот. Соответственно, здесь идет обязательное привлечение к административной ответственности того человека, который хранил. Несмотря на то, что у него ущерб, у него сгорела коляска, он еще будет платить штраф за то, что он хранил там коляску. И, соответственно, тот же штраф может и управляющая компания получить за то, что она не провела все зависящиеся от нее мероприятия, а именно информирование, беседы и так далее. Ну, тут надо понять, что все-таки давайте будем говорить, что от этого зависит, во-первых, сохранность вашего имущества, а еще что больше, это все-таки жизни и здоровье людей, которые проживают вместе с вами. Потому что все мы помним пожар на Курчатова, да, независимо от того, что он прожил в квартире, но люди реально эвакуировались, да, благодаря только вот кислородным маскам сотрудников МЧС. И вот, кстати, да, предметы, которые хранятся в подъезде, детские ватрушки большие, а это же шины, представляете, как они дыме отпахнут, шины велосипедов. То есть, если это загорится, ну, возможно, реально через коридор не выйти, даже если, вот я сейчас сама себе противоречу, я храню коляску в подъезде, но я представляю, что она загорится, и... А как мы с ребенком будем эвакуироваться? Мы надушимся вот этим дымом просто. По идее, да. Ну, такая вот ситуация. Да, сегодня в основном все современные материалы, это очень токсичные материалы, которые... Это все синтетика, она плавится, пахнет. Да, она, во-первых, очень быстро горит, во-вторых, у нее сильная образующая дымоспособность, то есть, которая в случае, если это на первом этаже происходит, то все продукты у нас поднимаются вверх, и, соответственно, у нас отрезан. Общий путь эвакуации полностью отрезан. В таких, конечно, случаях иногда лучше остаться в своей квартире, не выходить в подъезд и дожидаться помощи от подразделений пожарной охраны. Какие-то еще нюансы есть, которые нужно обращать жителям многоквартирных домов, чтобы не стать причиной пожара, помехой для эвакуации и не заработать штраф? Да, на сегодняшний день у нас есть три проблемных вопроса, которые зачастую приводят к печальным последствиям. Значит, везде сейчас происходит, на многих домах происходит утепление фасадов. Это тоже такой достаточно серьезный вопрос. И прежде чем заказывать такие работы на свою квартиру и на ваш жилой дом, нужно получить консультацию, как минимум. А это утепление стихийное, что ли, какое-то? Вот я решила утеплить свой фасад на пятом этаже и сама утеплила его, что ли? Некоторые так и делают. К сожалению, это неправильно. Во-первых, используют материалы, которые вообще нельзя использовать для утепления фасадов, а именно горючий материал. Плошь и рядом используют пенополистирол, который крепится специальными дюбель-гвоздями, без каких-либо пожарных рассечек. Вообще, пожарные рассечки, они должны быть и вокруг оконных проемов выполнены в обязательном порядке, чтобы в случае пожара в этой квартире огонь не распространился по фасаду здания. И также междоэтажные пожарные рассечки, которые также исключают возможность перехода пламени с одного этажа на верх лежащие этажи. Таких видео и фото, опять же, в последний раз в Грозном у нас сгорел, как свечка, такая стоит многоэтажка и горит, как свечка. Да, очень. Поэтому люди, которые утепляют фасады, должны помнить, что они все-таки живут не в частном доме. В частном доме можете делать все, что хотите, у вас нет соседей рядом, никому ущерб не принесете. Кроме себя. Да. Если вы живете на квартире на жилом доме, соответственно, и ухудшать состояние защищенности вашего дома в плане пожарной безопасности нельзя. Это неправильно и, соответственно, вы... Это незаконно. И незаконно, и неправильно, и плюс вы, помимо того, что нарушаете, еще и можете своими действиями повлечь печальные последствия. А как вот эти фасады проверить? Ну, не полезете же вы на девятый этаж проверять? Как вам? За этим тоже, в первую очередь, должна управляющая компания следить. То есть, как минимум, с ней должны быть согласованы данные действия. Увидели, что фасады утеплили, да? Вмешивайтесь. Да. То есть, она должна узнать, кто это утеплял, например. Я имею в виду не компания, которая это производила, а именно... Собственник. Да, собственник. Если это было не согласовано, ну, это уже, так скажем, внутренние мероприятия. Второй момент. Получать консультацию обязательно, какие материалы можно использовать. Вот. И третий момент. Ну, да, это общедомовое имущество, и содержание общедомового имущества, опять же, это, ну, в зоне ответственности управляющей компанией. То есть, даже при таких ситуациях мы будем действовать не с собственником работать, а с управляющей компанией. То есть, мы им выносим, в первую очередь, это предостережение о том, что необходимо устранить. В случае невыполнения данных требований, все это будет выливаться уже в акты, предписания, протоколы и так далее. Они уже на стадии разборки этого мероприятия должны выяснить, должны урегулировать все отношения собственников, которые это произвел. Ну, там уже гражданское судопроизводство и так далее, достаточно долгий процесс. Но, в принципе, по итогу я считаю, что, скорее всего, отвечать будет именно тот, кто утеплил фасад неверно. Следующий вопрос, он, так скажем, больше, наверное, не к жильцам, а к управляющей компанией. Эксплуатация контейнеров мусорных. Это которые внутри дома? И которые внутри дома, и, соответственно, которые стоят на открытых площадках. Очень много пожаров происходит именно в контейнерах для их сбора. Почему? Потому что нарушаются правила благоустройства. Значит, за это тоже предусмотрена административная ответственность, но по кодексу Нижегородской области. А как тут пожарнадзор и связан с контейнерами? Например, у нас происходит вызов на контейнерную площадку, горит контейнер с мусором. Мы приезжаем и видим ситуацию, что стоит пять контейнеров и все с открытыми крышками. При вот таких вещах мы это все дело фиксируем и направляем в жилищную инспекцию и в администрацию для привлечения к административной ответственности именно по вот этой части, касающейся нарушения благоустройства. То же самое по информации управляющих компаний на мусоропроводах. Если у вас есть мусоропровод, желательно, чтобы на каждом этаже висела информация о запрете курения, значок, который будет запрещать это курение. И тогда уже вопросы будут именно к тому, кто там курил, а не к управляющей компании, которая, например, должна размещать эти знаки. Кстати, частая история, когда из-за припаркованных машин пожарный не может подъехать. Нет, одно дело, они припаркованы на парковке, на уширении, в каком-то кармане. Другое дело, машины оставляют в пожарных проездах. Притом, может быть, даже не задумываешь, что это пожарный проезд, казалось бы. А там просто должна заехать пожарная машина. А это потерянное время. Это потерянные, да, именно первоначальные минуты, когда происходят самые эффективные и тушения, и локализации на ранней стадии. То есть, рассматривая, например, двор, все заставлено машиной, мы сами с трудом на легковой проезжаем, представляем, что у нас едет пожарный автомобиль, да, горение происходит на девятом, например, на севом, тьфу-тьфу, не дай бог, этаже. Вот, соответственно, у нас к месту вызова подразделения высылаются, и обычно это цистерна с водой и автолестница, автовышка. Оттаскивать автомобиль вам разрешено или не? Таранить его. Ну, да, в нашей Российской Федерации такая практика, может быть, и будет, но это уже будет, знаете, когда уже реально гибнут люди, и, да, если потом уже будут разбираться, но в основном, да, частные собственности опять у нас неприкосновенные, если будет ущерб причинен даже пожарным подразделениям чему-то имуществу, мы будем это восстанавливать. В нашем городе такая проблема есть, она тоже во многих дворах, вот. Как ее решать? Решают ее на разных уровнях. Это тоже совместная работа управляющих компаний, пожарных подразделений и администрации, то есть, ну и, соответственно, личная ответственность каждого гражданина, который, паркуя свой автомобиль, должен об этом задумываться, как минимум. Спасибо большое, Виктор, что пришли и все разъяснили, потому что у меня изначально было возмущение по этим правилам, а сейчас вот мы поговорили, я поняла, что вообще ничего критичного, ничего такого, что ущемляет мои права, нет. Ну, нужно быть адекватным и уметь разговаривать с людьми, и все будет хорошо. И помнить, что от ваших действий зависит жизнь не только ваша, но и ваших соседей. Совершенно верно, да. Спасибо большое, ну а с вами мы увидимся ровно через неделю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»